В Московском дворце спортивных единоборств ЦСКА прошел четвертый открытый турнир по карате, посвященный памяти героя Советского Союза Евгения Высоцкого. Открытый турнир по карате в памяти генерал-полковника Евгения Высоцкого давно приобрел статус международного соревнования. Спортивные команды приезжают сюда из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также из различных регионов России. Я лично выступал в карате, второй год подряд выиграл, взял первое место. Мои ученики тоже, слава Богу, хорошо выступили. Традиционно мы приезжаем на турнир, посвященный памяти Евгения Васильевича Высоцкого. Я лично знал его в свое время. Память об этом человеке хотим мы поддержать и передать молодежи. Поэтому привезли ребят из Эстонии, чтобы они тоже посмотрели на хороший серьезный турнир, на хороший серьезный уровень посмотрели, чтобы обогатить себя спортивным опытом. Ну и пообщаться, конечно, пообщаться с исторической родиной, пообщаться с мастерами. Поэтому вот скажу так, что для нас это большой праздник, не только как спортивное соревнование, но и такое большое событие в жизни. Традиционно на открытом турнире выступали взрослые спортсмены с большим опытом турнирных боев, имеющие звание не ниже мастер спорта. В настоящее время ведется большая работа по привлечению на соревнования юных спортсменов. Кадетов 14-15 лет и юниоров 16-17 лет. Обычно турниры среди юношеских и детских команд – самое популярное соревнование по карате. Поэтому в будущем организаторы планируют приглашать детей от 8 до 14 лет. Я думал, будет больше соперников, но у меня был только один соперник, но он был хороший соперник, да. Конечно, пришлось постараться. Просто так победы не даются. Во время турнира участники показали свое мастерство в ката – технические комплексы приемов в индивидуальных и командных поединках. О своих впечатлениях нам рассказал главный судья соревнований. Что касается взрослых спортсменов, многих мы уже видели, некоторых уже далеко не первый год отслеживаем. Ну, ребята очень здорово подготовленные, выступают, самоотверженно выступают. Были травмы, к сожалению. Надеемся, к следующему сезону все восстановятся, в добром здравии будут. Мы их увидим на следующий год на соревнованиях. Большой кубок победителя турнира по Дёссенмон карате завоевала команда из Екатеринбурга. Команда Москвы заняла второе место в командных соревнованиях. Занимаюсь карате 17 лет и получаю от этого большое удовольствие. Сегодня четвертый ежегодный турнир, в котором принимают участие самые лучшие спортсмены. Мы заняли второе место. Пришлось побороться. Это было нелегко, честно скажу. Но мы сделали все, что могли. Надеемся, в следующем году будем первыми. Ежегодно открытый турнир по карате посвящен памяти Евгения Васильевича Высоцкого. В 1982 году за мужество и героизм, проявленные во время войны в Афганистане, Евгению Высоцкому было присвоено звание Герой Советского Союза. В 1992 году Евгений Васильевич возглавил Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации. И вот мы хотели бы, чтобы под гиды такого высокого героического человека впоследствии собрать как можно больше ребят, чтобы они учились на примере старших, видели, что мы продолжаем дело своих отцов, дедов и учились на опыте нашим. Как говорит основатель школы каратэ Дёсинмон Хоши Икеда, каратэ для здоровья, а не здоровье для каратэ. Поэтому благодаря этому боевому искусству человек может всю жизнь оставаться молодым, сильным и здоровым. Герой войны в Афганистане вдохновляет новых героев на победы. Татьяна Осипова, Илья Анисимов, телеканал Добро.